Матка, давай курка, яйки! Вот сейчас придет немец и убьет меня. Солдаты, заходите в деревню. Там кости лежали в три ряда. И я вас категорически приветствую. Давайте посмотрим на войну глазами маленькой восьмилетней девочки Галины Николаевны Вырвич. Из глухой деревни Малое Замошье, рядом с которой разыгралась кровавая трагедия второй ударной армии. Всю свою жизнь я прожила здесь, в деревне Малое Замошье. Это сейчас тут пяток домов, а до войны шестьдесят дворов стояло. Семьи тогда были большие, по шесть, а то и по десять детей. В нашей семье было пятеро ребятишек. Младший годик исполнился, а мне в сорок первом восемь лет. Помню, как в июле в деревню из города приехал человек. Чекист, как я сейчас понимаю. Запомнились его штаны Галифе с кожаной подкладкой. Он объявил, что скоро придут немцы и приказал пострелять всех колхозных лошадей. По его приказу развалили наше нехитрое хозяйство. Ль на теребилку и ль на мялку. Все разломали, раскидали и сели ждать, когда придут немцы. Через месяц пришла дурная весть, что немец совсем рядом и уже идет к нам. Ну и мы всей деревней скопом, старики и дети, со скотиной, с самоварами побежали в лес. В лесу наткнулись на военную часть. Колонна шла мимо нас по сухому ручью. На подводах они везли много раненых. Но немцы уже перерезали дорогу, и они все собрались на горе в лесу. Есть им было нечего. Пока немцы в деревне не стояли, они приходили, мы помогали им, чем могли. К августу лошадей съели, одно время собирали грибы и ягоды, а потом пришла зима, немцы встали в деревне, и начали они варить ремни до седла и умирать, как мухи. А за нами в лес еще летом пришел инвалид из деревни и сказал, что немцы приказали всем идти назад, иначе они все сожгут. Вот так мы вернулись в свои дома. Немцы сначала приезжали один раз в неделю. Обычно появлялись в субботу, шли по домам, забирали куриц и свиней. У нас курица тогда вывела цыплят очень поздно. Мама спрятала их в задний подвал. В переднем подвале мы хранили овощи, а во втором отец держал домики для пчел. Ну, мама цыплят положила в улей. И тут нагрянул немец с автоматом. Матка, давай курка, яйки. Зашел в подвал проверять. Постукал по ульям. Ну, цыплята всполошились. Немец навел автомат на маму. Она поскорее открыла крышку улья. А цыплятки еще совсем маленькие. Немец посмотрел. О, кляйный курка! И ушел. Мы держали 10 ульев. Они все забрали. Поднимут крышку. Нальют в ульи воды. И забирают весь мед. А когда стало подмерзать, немцы обосновались в деревне окончательно. Однажды ночью домой вернулся отец. Он прошел финскую, а как война с немцами началась, его сразу призвали. И рассказал, что под Новгородом попал в окружение, из которого с трудом выбрался. Немножко пожил с нами и ушел в лес, где стояла наша военная часть. Пришел к командиру, рассказал о себе, а тот ему отвечает. Мужик, ты иди домой и живи со своей семьей, пока живется. Какая тебе разница? Или ты тут с нами с голоду сдохнешь, или тебя немцы расстреляют? Но отец все никак не мог успокоиться. Наберет дома картошки с хлебом и уходит туда. В третий раз пошел и попался. Его схватили поляки из охранной части. Забрали, отвезли к немцам в штаб. Подержали немножко, да повели на расстрел. Ну, он потом рассказывал. Идем по полю. Два немца с автоматами, и нас двое. Ноги подкашиваются, а потом один немец кричит, «Рос, шнель, шнель!» Мы побежали, а они в воздух стрельнули, а мы в лес. Один раз я увидела, как немец оставил грязные котелки после обеда. Очень хотелось есть. И я подумала, там, может, остались какие-то крохи, облежу котелки, а потом вымою. Я их облизала, все помыла, а какая крышка с какого котелка, не знаю. Поставила все на стол и думаю, вот сейчас придет немец и убьет меня. Немец пришел, а я на печку спряталась, прикрылась валенком, сижу, трясусь. А он просто забрал котелки и ушел. Потом возвращается, принес в благодарность кусок хлеба и конфетину. «Киндергуд!» «Данки Шон!» В январе месяце вторая ударная армия пошла в наступление. Снега тогда выпало по грудь, морозы стояли под 40 градусов. У нашей деревни солдаты появились ночью. Они еще не дошли до деревни, а стали кричать «За Родину!» «За Сталина!» Немцы из пулеметов положили почти всех. А утром проснулись, покушали, запрягли своих больших лошадей. У них такие битюги бельгийские. Поехали, собрали убитых, сняли с них белые полушубки, забрали себе. В какой-то день наши части снова подошли к деревне. Мы тогда прятались в подвале. Шел бой. Пуля пролетела сквозь стенку, пробила перегородку в подвале, срикошетила и попала в голову моему младшему братику 35-го года рождения. Легко его ранило. Дом загорелся, мы из дома выскочили, укрылись в окопе. И после этого началось. Каждый божий день стреляют и стреляют с мясного бора. В феврале наши части стояли совсем рядом. Вечером посмотришь, костры горят, варят кашу, матюгаются, все слышно. А потом наши дорогу к деревне отрезали, и немцы попали в окружение, а вместе с ними и мы. 18 суток сидели в окружении. Потом с большого замошья пришли испанцы, их кто-то из местных провел через лес. Они забрали немцев, а мы остались одни. Взрослые начали нашим кричать. Солдаты, заходите в деревню, не бойтесь, немцев нет. А они в ответ. Вы, суки немецкие, обманывайте нас. Вскоре в деревню пришли разведчики в белых халатах, притащили катушку с проводом, и какой-то большой начальник говорит. Быстренько собирайтесь, шагайте на мясной бор, через три дня вернетесь. Мы собрались, корову взяли, ушли в мясной бор. Ночевали прямо в окопе, а с утра приехали Катюши. Она как начала стрелять, мы до того перепугались, аж попадали все. Папу забрали в армию, а через три месяца нас эвакуировали в Новосибирскую область. Там в 44-м мы получили на него похоронку. Погиб в феврале в Латвии. У бабушки четыре сына было, трое погибли, и только один калекой вернулся. Она никак успокоиться не могла, плакала каждый день и в конце концов ослепла от горя. А когда началась война с японцем, нас из Сибири стали гнать обратно домой, мама ехать не хотела, но председатель сельсовета ее обманул. Да что вы, Евдокия Ивановна, там вам уже домики финские построены, приедете, а там уже все есть. Ну, приехали, а тут голое поле, одна избушка от деревни осталась. Как жили, вспоминать не хочется, всю крапиву вокруг съели. Сделаешь из нее лепешки, смотришь, а в них белые червяки ползают. Я тогда от голода опухла, а когда опухоль спала, кожа на мне болталась и шуршала. Ну, а солдат погибших долго не собирали, так они и лежали там. Мы бывало ходили за ягодами до узкоколейки, в тех местах во время войны госпиталь стоял, так там кости лежали в три ряда. В Советском Союзе был такой лозунг «Лишь бы не было войны». Его так часто повторяли, что со временем значение этих слов как-то затерлось, перестало трогать людей. Те, кто пережил ужасы войны, старались о них не вспоминать, а те, кто родились уже после нее, с трудом могли себе такое представить. Слушая рассказы свидетелей и участников, постарайся запомнить, какое горе и страдание несет война. И помни, лишь бы не было войны, это не пустые слова. Полностью воспоминания Галины Николаевны читай на сайте «Я помню». Ссылка под роликом. Ну, а в следующем ролике мы встретимся с танкистом, волею судьбы, оказавшимся в большом чане посреди Азовского моря. Почему так произошло, узнаешь в ролике. А на сегодня все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова